Павел Роботов. Кто же этот? Появление уже Христов, христианских ересей и всяких заблуждений. Первым признаком и первым предостережением Христа были следующие Его слова к ученикам. Берегитесь, чтобы кто не прелестил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос». И многих прелестят. Вот, я наперед сказал вам. Тогда если кто скажет вам «Вот здесь Христос или там», не верьте. Ибо восстанут уже Христы и уже пророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных. Итак, если скажут вам «Вот он в пустыне», не уходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. Ибо как молния исходит от востока, видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Никогда еще во всей церковной истории не появлялось такого множества лжехристов, лжепророков, лжеспасителей и лжеучителей. Никогда еще не было такого обилия заблуждений и религиозных извращений, как в наше время. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским. Через лицемерие лжесловестников, сожженных в совести своей. К этим лжесловестникам относятся все те, кто отрицает богодухновенность Слова Божия, божественность Иисуса Христа, искупление рода человеческого, бессмертие души, существование загробной жизни, ада и вечных мучений. Необходимость покаяния, возрождения, освящения и других догматов первохристианства. В свое время апостолы вышли на Ниву Божию и сеяли чистое пшеничное зерно Евангелия. Но сатана шел по тем же местам и с щедрой рукой сеял плевелы, воздвигая позицию к сеющим Слово Божие, похищая посеянные, создавая волков в овечьей шкуре, предлагая людям ложный мир и ложную надежду на безнаказанность, подразделяя людей на классы, расы, нации, партии, движения, ереси, общество, порождая между ними вражду, зависть, ненависть, смуты, восстание, убийство. Таков первый признак скорого пришествия Христа. Признак этот стал сейчас очевидным фактом, в реальности которого убеждается всякий здравомыслящий человек. Международные конфликты, столкновения и потрясения. Также услышите о воинах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, им надлежит всему тому быть, но это еще не конец, ибо встанет народ на народ и царство на царство. Многие писали и говорили о военных слухах и о призраке войны. Но теперь уже не только говорят, а убеждаются в наличии зарождения и постепенного развития войны. В отличие от всех войн доселе бывших, мы знакомимся с новыми формами и видами войны, как, например, война классовая, идеологическая, война нервов, холодная война, психологическая война, дипломатическая, экономическая, война нефти, каучука, уранья, плутония, война газовая, бактериологическая, атомная, баллистическая, стратосферная и другие. Первую мировую войну союзники назвали «Война ради уничтожения войны». В этой войне погибло 10 миллионов человек. Закончив войну и организовав Лигу наций, народы сказали, это безумие никогда больше не повторится. Но спустя 20 лет безумие повторилось и унесло в могилу 50 миллионов душ. Что наблюдаем мы в последнее время? Никто в мире, кроме одного бога, не может предотвратить повторение этого же безумия в третий и последний раз. Мы убеждаемся в том, что весь мир разделился на два лагеря, идеологически непримиримых и взаимно исключающих, восточный и западный. Один из лагерей задался целью освободить мир от капитализма, другой – от коммунизма. История учит нас, что всякий раз, когда мир распадался на две враждующие группы, война была неизбежной. В данное время каждая из двух враждующих сторон вооружена до зубов. И тем не менее, каждая из них продолжает вооружаться, изобретая все новые и новые чудовищные виды оружия, открывая все новые средства и методы уничтожения. Подводные атомные лодки, беспилотные аэропланы, летающие ракеты, способные степелять и поражать любую точку земного шара. Припасены бациллы азиатской холеры, бубонной чумы, цепного тифа и других эпидемических болезней. Имеется в большом количестве разнообразие аэропланы, геликоптеры, всесокрушающие бронебойные танки, кабальтовые бомбы, огненосные снаряды, лучи смерти и множество других средств беспощадного истребления. В данное время ученые передовых стран соревнуются в изобретении нейтронной бомбы, главное свойство которой должно заключаться в том, что она ничего не разрушает, не уничтожает, не уродует, ничего, кроме живой клетки тела. Пучки нейтронов способны проникать сквозь стены жилых домов, стальных танков, бронепоездов, подземных убежищ. От них нет защиты для живого организма. Задача ученых сводится к тому, чтобы, освободив доселе бесконтрольную стихию радиации нейтронов, подчинить эту стихию контролю и направлять ее везде и всюду по своему усмотрению. Если эти намерения ученых осуществляются, все человечество вступит в апокалиптический период. Ученым безумцам и таким же безумным правителям будет дан ключ от кладезя бездны, и помрачится солнце и воздух от дыма из кладезя, и из дыма выйдет саранча на землю, и сказано будет ей, чтобы не делала вреда траве земной зелени и никакому дереву, а только одним людям. Апокалипсис 9 глава. Вот тот путь, по которому упорно продолжает и человечество, не отдавая себе отчета в том, что конец такого пути недалек, и час роковой расплаты с каждым новым мгновением приближается. И большие вершители мировых людей, приезжать в трагической развязке, окажутся напрасны. Ибо там же, и они достоверно знают, что день Господень так придет, как тач, вор ночи. Ибо когда они вверху безопасны, внезапно тогда постигнет их пагуба, подобно как мука рода, и не избегнут. Повсеместный голод и губительные эпидемии. И будут глады, моры, современные изобретения, методы, техника, механизация хлебопадок. Должны были, барашины, всегда устранить угрозу мирового голода. Но нет. Кослявый батюшка-голод, голодные боли и голодная смерть, отбуды никогда не перестанут пожинать на земле свою кошмарную жатву. Причинами голода могут служить не только неурожаи, перенаселение планеты, безработица, но и дезорганизация транспорта, занятого снабжением больших городов с многомиллионным населением, продуктами первой необходимости, отравление воды и пищей, ядами, газами, радиацией и тому подобное. Не то же ли самое можно сказать и о морях? О морах. Передовые страны многого достигли в области болезни и борьбы с эпидемиями, мечтают совершенно покончить с ними. Но сейчас, когда люди морят самих себя наркотиками, алкоголем, лекарствами сомнительного происхождения, постоянно отравляя воздух и воду, превращая планету в бесконечную вереницу помойных ям и кладбищ, повальная смерть людей никогда не отойдет в область истории и пережитков отдаленного прошлого. Народные волнения, восстания, мятежи и смуты. И будут глады и смятения. Никогда раньше не было еще такого множества манифестаций, протестов, бунтов, восстаний и революций в государствах, какое наблюдается ныне. Никогда не наблюдалось такого морального разложения в семьях, в обществе, школах, университетах, какое происходит сейчас. Никогда раньше не было такой вражды и организованных беспорядков среди людей разных рас, разных классов, политических партий, рабочих союзов и студенчества. Никогда раньше не было еще такой широкой проповеди о любви, о свободе, о равенстве. И в то же самое время никогда не встречалось такого бессовестного попрания всяких прав и всяких свобод, такого закабаления личности и порабощения целых народов путем ловкой политической пропаганды, циничного обмана и массового террора. При всей кажущейся материальной обеспеченности, благополучии и комфорте, никогда люди не чувствовали и не переживали такой неуверенности в дне сегодняшнем и тревоги за день грядущий, как это замечается повсеместно в наше время. Никогда раньше не было еще такого огромного числа молодых людей обоего пола, стревоженных, обеспокоенных, безнадежно во всем разочарованных, праздно, бесцельно и бессмысленно скитающихся по миру. Таковы признаки второго пришествия Христа и кончины мира. Если Библия говорит, что всему придет конец, то мы с вами подошли уже к началу этого конца. Стихийное бедствие. И будут большие землетрясения по местам. Землетрясения всегда являлись народными бедствиями. Изучению землетрясений посвящен целый отдел геологии, сейсмологии. Ученые и сейсмологи установили две причины, вызывающие сильное колебание земной коры. Причина тектоническая, относящаяся к деформации земной коры. И причина вулканическая, связанная с движениями, расплавленной в недрах земли, так называемой магмы, лавы. Ученые изготовили даже и сейсмическую карту, указывающую области земного шара, где чаще всего происходит землетрясение, где они редки или вовсе отсутствуют. Располагая такими сведениями, ученым кажется, что землетрясение – явление вполне естественное, лишенное всякой таинственности. Что Бог здесь ни при чем. Что Бог, если бы Он и был, то и тогда Он не имел бы никакого отношения к землетрясениям. Так учат ученые-безбожники. Библия же учит, что все стихии земли и вселенной в Божьей власти. И что Он пользуется естественными элементами природы для своих сверхъестественных действий и целей. Бог пользуется естественной водой для наказания допотопного мира. Он проливает дождем серую огонь на города Содом и Гоморру. Он посещает громом и сильным глазом бурью и вихрем и пламенем всепожирающего огня. Как написано, «И возгремит Господь величественным глазом Своим, и явит тяготеющую мышцу Свою в сильном гневе и в пламени поедающего огня, в буре и в наводнении и в каменном граде. Перед негодованием Его кто устоит?» Христос предсказал, что Его явление будет предшествовать большие землетрясения по местам. Бог пользуется землетрясениями для того, чтобы засвидетельствовать людям о Своем присутствии. Так было, когда Христос, умирая на Голгофе, испустил дух, и земля потряслась, и камни растелись. Так было, когда Он воскрес, и вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Бог пользуется землетрясениями для того, чтобы пробудить беспечных, как это было в Филиппах. Бог пользуется землетрясениями, чтобы напомнить нам о смерти и вечности, и показать, во что могут превратиться в одно мгновение наши хижины и наши чертоги. Бог пользуется землетрясениями для наказания одних и для предупреждения всех остальных. Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все так же погибнете. Землетрясение – одно из многих средств Божьего наказания, над которым человечество никогда не будет иметь контроля, никогда не сможет предотвращать их или не изводить их действия на нет. Мы должны приготовиться к большим землетрясениям. Господь сказал, я потрясу небо и землю, потрясу все народы. В последней книге Библии Апокалипсисе несколько раз упоминается землетрясение. И произошли молнии, голоса и громы землетрясения и великий град. Последнее землетрясение на земле будет самым великим из всех, какие были. Вот как оно описано в Апокалипсисе. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух. Из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий, совершилось. И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое. Небывало перетрубаться во Вселенной. В те дни Солнце померкнет, и Луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. И будут знамения в Солнце и Луне и звездах, и ужасные явления. Это пророчество Христа знаменательно уже тем, что здесь выражена тесная зависимость лунного света от света солнечного. Солнце померкнет, и Луна не даст света своего. Спрашивается, кто знал две тысячи лет тому назад о том, что свой свет Луна получает от Солнца, что она только отражает солнечный свет, будучи сама по себе мрачной и безжизненной планетой. Христос предсказывает, что силы небесные поколеблются. Другими словами, существующий ныне порядок и законы течения небесных тел будут нарушены. Кто внесет в обычный ход планет такое внезапное нарушение гармонии и порядка, вполне допустимо, что здесь не обойдется безмешательство безбожного человечества, возглавляемого безбожными политиками и их жрецами, людьми безбожной науки. Никогда не изгладится из памяти случай, который произошел после вторичного полета на Луну. Какой-то американский ученый, принимавший участие в исследовании камней и пыли, привезенных астронавтами, заявил журналистам, что этих элементов не вполне достаточно для точного определения, каково происхождение Луны, как планеты. Он добавил, что к этому возможно прийти только в том случае, если будут исследованы элементы, находящиеся в глубоких недрах Луны. Для этого требуется расщепить Луну, запустив в нее атомную бомбу соответствующей мощности. Исследование внутреннего состава Луны раскроет нам не только загадку происхождения Луны, но и тайну появления других планет и всего космоса, закончил ученый. Безумная идея высказана. И, конечно, при теперешней технике может быть рано или поздно осуществлена. Если это случится, Луна выйдет из своей орбиты, и порядок течения планет Солнечной системы может быть нарушен. Силы небесные поколеблются. Наконец, сам Господь дал ведь такое обещание. Еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Апостол Иоанн, видевший в видениях кончину мира, пишет. И солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, и небо скрылось, свившись, как свиток. Осуществление этого обетования может начаться без предупреждения в любую минуту. Сильное гонение от церковь Христову. Один из признаков, упомянутых Христом, тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Гонение на церковь – явление не новое. Истинная церковь Христова всегда была в конфликте с окружающим ее миром и сатаной. Христос сказал, «Меня гнали, будут гнать и вас». Да и все желающие жить благочестиво будут гонимы. Церковь претерпела в самом начале своего развития десять страшных гонений от римских императоров, но она должна будет подвергнуться еще большим преследованиям при завершении своего земного служения. Начало таких гонений уже налицо во многих странах, где царствует материализм и безбожие. Но это еще не конец. Христос открывает нам, что по мере того, как церковь будет приближаться к пришествию его, гонения будут все более и более нетерпимыми, бесчеловечными, зверскими. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят. Все старания и гонители будут, как видно, направлены к тому, чтобы искоренить веру в Бога, покончить со Христом, расправиться с церковью. Но Господь сказал, ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Все попытки одолеть и покончить с церковью окажутся тщетными. Христос сказал, и это должно было бы знать, что это не одолеет ее. Христос не перестанет иметь на земле свою ночь до его пришествия на землю. Христос обещает дать гонимым такие устают премуды, и воречить, не противостоять все противящиеся им. В истории человечества затруднение, а на земле уныние народов и недоумение. Раньше человек улицы был занят своим мелкими делами. До него не доходили беспокойства, проблемы и страхи, которые обуревали мыслями и чувствами государственных правителей. Это было когда-то, но не теперь. В нашу тревожную эпоху каждый человек остро реагирует на социальные проблемы в стране и на все изменения в международной ситуации. Потеря взаимного доверия между государствами и вызванный этим крах дипломатии. Падение правительств, падение валюты, падение духовных ценностей, морали, нравственности порождают всевозможные затруднения и тупики. Эпоха небывалого материального благополучия и расцвета превращается в эпоху тревоги, обеспокоенности, уныния и недоумения. Говоря об этом, вспоминается пророчество апостола Павла. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Эта поразительная характеристика людей последнего времени полностью совпадает с характером нашего атомного века. Нельзя не заметить, что времена тяжкие являются только естественным следствием того нехристианского характера, который сформировался у людей нашего поколения. По плодам их узнаете их. Не может дерево худое приносить плоды добрые. Но переживаемые нами времена тяжкие – только начало болезней. Только преддверие той седмины, которая в Писании носит название великой скорби. Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог даже до ныне и не будет. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий грядущих на всю вселенную. Таковы скорбные признаки скорого возвращения Христа на землю, отступничества церкви и моральное падение мира. Тогда соблазнятся многие и друг друга будут предавать. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Переносясь мысленно на две тысячи лет вперед, Христос задал своим ученикам проникновенный вопрос. Но Сын человеческий пришедет, найдет ли веру на земле? Потому что сатана направит все свои силы к тому, чтобы прорестить, если возможно, даже избранных. Вспомним первое пришествие Христа в Вифлееме. Немного было тех, кто ожидали его прихода. Ими оказались только родители Иоанна Крестителя, священник Захария с женой Елисавета, Симеон Богоприимец, Анна Пророчица, да еще несколько незнакомых нам лиц. Не так много останется в мире и тех, кто будут духовно бодрствовать и ожидать его второго явления. Большинство же оставят первую любовь свою к Господу и станут духовно остывшими, не холодными и не горячими, имеющими вид благополучия. Это было бы духовное состояние Церкви последнего века. Христос сказал верующим в Него, Вы свет миру. Но если соль земли и свет миру утратят свою силу, то можно легко представить себе, каких глубин морального падения достигнет тогда окружающий нас мир. Уже сейчас мы воочию убеждаемся в проявлении первых ласточек этого морального и нравственного разложения, распущенность детей, разнужденность родителей, беспринципность общества, пошлость новопоявившихся сборищ, цинизм развратников, бесстыдства многих фильмов, порнографичность литературы, наркомания, пьянство, преступность и разные виды полового, умственного и душевного извращения. И это только начало болезней. Ужас в том, что эти люди выдают свои нечестия за освобождение от ступейского морского и без контрольного произвола. Они гордятся своим демоническим и с фанатическим попиранием законов божеских и человеческих. Перемены. Апостол Павел, описывая в пророческих духовное состояние, несколько раз повторяет одну и ту же фразу, что и предал, и дал им свободу жить и действовать повлечением их распленной грехи. Они осуетились в умствованиях своих и омротилась несмысленно их сердце. Идрыми обезумели, то и предал их Бог в похотях сердец и их нечистоте. И как они заменили истину Богу, и поклонялись и служили твари вместо Творца, потому предал их Бог постыдным страстям. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивые клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Эти слова Писания имеют почти двухтысячелетнюю давность, но как ярко они отображают нравы людей нашего времени, как наглядно они рисуют моральное растление современного мира. В последние времена будет небывалый рассвет всестороннего знания. «И умножится ведение», сказал пророческий Даниил, характеризуя последние времена. Человек всегда стремился к тому, чтобы знать, ведать, иметь сведения. Сатана обольстил наших прародителей плотским знанием. Бог хотел вести человека путем любви, которая назидает. Сатана предложил им путь знания, который надмевает. Сатана сказал, в день, в который вы вкусите запрещенного плода, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Сатана предложил людям быть подобными Богу в его всезнании, оставив путь уподобления Богу в его любви и других добродетелях. Грехопадение самого сатаны было вызвано его надменным желанием первенствовать сонми богов. Он говорил сердце своем, «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол свой, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Но за такую дерзость сатана был низвержен в ад в глубины преисподней. Эти падшие создания сатана и человек все еще стараются стать всезнающими, но они никогда еще его не достигнут тем путем, который избрали. Священное Писание различает два вида знания, знания истинные и лжеименные знания. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от него. Ибо так говорит Слово Божие. Если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь знания о Боге. Ибо Господь дает мудрость, изуст его знания и разум. Что пользует человеку знать все, но не знать самого себя, не знать Бога, не знать его воли, не знать в чем смысл его земной жизни и не ведать, что ожидает его после физической смерти. Что пользу знать, каково расстояние от земли до солнца или луны, и не знать, насколько мы удалены духовно от Бога, или насколько ничтожно расстояние, отделяющее нас от вечности и неизбежного суда. Что пользу знать все, что делается во всех государствах мира, и не знать, что творится в своей собственной душе. Но, увы, человек всегда стремился к знанию материальному, в ущерб знанию духовному. Поэтому Слово Божие говорит, безумствует всякий человек в своем знании. Господь мудрецов прогоняет назад, и знание их делает глупостью. На протяжении многих тысячелетий знание или ведение прогрессировало и в наши дни достигло поразительных высот и потрясающих глубин. проникновение в недра земли, освоение океанов, завоевание воздуха, стратосферы, межпланетного пространства, открытие радио, распределение атомного ядра и применение атомной энергии, полеты на Луну и обратно, расцвет всех отраслей науки, чудеса техники, изобретений, открытий, достижений. Все это служит неопровержимым доказательством того, что пророчество о последних днях и умножество в точности и воочию нашему исполняется. Казалось бы, что при таком небывалом в истории человечества расцвете науки и знания люди должны были бы возрасти в познании самих себя и Бога, но, к сожалению, мы наблюдаем обратное явление. В результате только обольщение наукой, только преклонение перед всемогущим человеческим разумом, только лишнее основание для неверия и безбожия, всемогущим в кавычках. К великому сожалению, духовно слепые люди не видят той зияющей пропасти, к краям которой они уже подошли. Они достигли земного знания, но в вечности знание упразднится. Они устраиваются на земле и копят земные богатства, но что останется от них, когда земля и все дела на ней сгорят? Все произошло из праха и все возвратится в прах. И так напрасно трудились народы и племена мучили себя для огня. Всемирная проповедь Евангелия Христова. И проповедана будет сие Евангелие Царствие по всей Вселенной во свидетельство всем народам и тогда придет конец. Воскресший Христос повелел своим ученикам говоря, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. Первая всемирная проповедь Евангелия была произведена апостолами и учениками и продолжалась с пришедшими им на смену неустрашимыми свидетелями и мучениками. К сожалению, с прекращением гонений на христиан и оповещением свободы верования в III веке при императоре Константине церковь слилась с государством. Дети Божии соединились с окружавшим их миром, смешались с язычеством. В церковь проникли заведомо невозрожденные люди, которые заменили юродство проповеди внешней обрядностью и пышностью богослужений. Проповедь Евангелия, проповедь спасения по вере, ради которой церковь была вызвана к жизни, к сожалению, перестала рассматривать церковью как главная ее обязанность и задача в мире. Тут и там Евангелие по-прежнему проповедовалось и никогда не угасало, но широкая проповедь ее в темные века отсутствовала. Учрежденная самой же церковью отступница инквизиция зорко следила за малейшим пламенем появлявшегося евангельского огня среди народа и беспощадно гасила его. Только в эпоху возрождения Ренессанса проповедь Евангелия возобновилась появившимися тогда духовными реформаторами, проповедниками и учителями. С тех пор проповедь Евангелия не прекращалась. Но никогда еще за всю историю церкви не было такого множества великих глашатов Евангелия, такой духовной свободы, за исключением стран коммунистического блока, такой широкой возможности проповеди благодатного спасения Христова в громадных аудиториях с помощью микрофонов, громкоговорителей, радио, телевизоров, хоров, оркестрах и прочее, как в наше время. Никогда раньше не печаталось и так много не распространялось Слово Божие, Библии, духовных книг и периодической евангельской литературы, электромагнитных лент, патефонных пластинок и тому подобное, как сейчас. И несмотря на всю широту и глубину проповеди Евангелия, никогда еще не было таких ничтожно малых духовных результатов, никогда не наблюдалось таких редких случаев истинного покаяния, обращения и полной перемены жизни, изникающихся как ныне. Некоторые богословы обращают серьезное внимание на слова «восвидетельство», которыми Христос воспользовался в выше приведенном тексте. И проповедана будет Евангелие «восвидетельство всем народам». Богословы говорят, что Евангелие проповедовалось людям почти 2000 лет и проповедовалось во спасение, а теперь в последнее время оно проповедуется главным образом во свидетельство, дабы в день суда люди, слышавшие слово спасение и не принявшие его, не имели бы никакого извинения перед Богом в день суда. Порой кажется даже удивительным, что люди вполне нормальные, разумные, способные слышать слово Божие, разбираться в нем, понимать повеление Божие, покаятись и веру в Евангелие, отказываются повиноваться Божьему повелению и продолжают строить жизнь свою на песке, а не на камне. Где причина? Причина в свободной воле человека, который пользуется этой свободой во вред самому себе. Бог говорит, народ сия слетил глаза свои, окаменел сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. всеобщее безразличие ко второму пришествию Христа, кончине мира и страшному суду. Христос сказал, но как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествие Сына Человеческого. И не думали, потомки Каина быстро размножились и оставив Бога, так же быстро развратились. Новое поколение рассматривало происходящую перемену народного быта и нравов вполне естественным и желанным явлением, не вникая в причины вещей, но принимая их так, как они есть, многие находили во всем этом некий сдвиг вперед, прогрессивность взглядов и взаимоотношений и не думали. Но Создатель не мог оставаться равновдушным ко всему происходившему в жизни до потопного человечества и увидел Бог, что велико развращение человеков на земле. Прежнее поклонение Богу прекратилось, духовные интересы остыли, молитва пренебрежена, Дух Святой сознательно огорчен и отвержен. Мировое зло и низменное начало в человеке обнажили себя и вступили в свои права. Поцарившееся на земле зло превратилось в стихийное бедствие, для которого у человека нет узды для обуздания, и нет преград для его ограничения. И увидел Бог, что мысли и помышления сердца их были зло во всякое время, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. Бог увидел, что человечество сошло с его пути и продолжало жить не до того, ради чего оно было им создано. И не думали. Жители до потопного мира утратили способность здравомыслить, проверять свои чувства или поступки, подвергать анализу следствия и отыскивать причины. Они не думали и не видели, что земля растлилась перед лицом Божиим и наполнилась земля злодеяниями. Великая, вникая в приведенные стихи Писания, мы убеждаемся в том, что по законам духовного мира неверие, растление или разврат, и злодеяние, как причины и следствия, неразрывно связаны друг с другом. Эту же неразрывную связь мы обнаруживаем и в салме Давида. Сказал безумец в сердце своем «нет Бога». И тут же следуют такие слова «они развратились или расплились, совершили гнусные дела, нет делающего добро, нет ни одного». Подобно духовное состояние мира свидетельствовало о том, что люди до потопной эпохи созрели для Божьего суда и не думали и не думали о том, что суд им готов и погибель их не дремлет и не думали о том, что раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел сердце своем и сказал Господь «истреблю с лица земли человека, в которых я сотворил, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть». Бог вынес людям до потопного мира смертный приговор, но это ничуть не изменило их жизненного русла. Все шло своим чередом. Они ели, пили, женились, выходили замуж до того момента, как вошел вновь в ковчег и пришел потоп и погубил всех. Божественный вердикт был приведен в исполнение, вердикт, о котором они и не думали. Указывая на неожиданность своего явления на землю, Христос приводит ученикам еще один исторический случай. И как было во дне лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Здесь тоже люди не думали и не ожидали. Говорят, история повторяется. Мы можем возразить, повторяется да не всегда. Вполне допустимо, что она может не повториться во многих других случаев, но только не в этом случае. В данном случае порукой служат слова, которыми Христос закончил выше приведенные примеры. Небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут. Едва ли нужно здесь проводить аналогию между духовным состоянием двух эпох, допотопной и атомной. Настолько они во всех отношениях сходны. Те не думали, а что можно сказать о нас? Думаем ли мы о том, что Христос может прийти в любой момент дня и ночи? Готовы ли мы к такой внезапной встрече с Ним? Особенно те из нас, кто все еще пребывает в неверии, кто не примирились с Богом, не приняли еще голговской жертвы Христа, принесенной за их грехи? Думают ли они о том, что если они не раскаются, не обратятся к Нему, как спасителю грешников, они должны будут так или иначе встретиться со Христом, но уже не как со своим личным спасителем, а как с грозным судьей живых и мертвых, и не думали. Думаете ли вы, читатель, что Господь может прийти, прежде чем вы закончите чтение этой книги? Вы можете сказать «Да» или замяться и нерешительно ответить «Не думаю». Однажды проповедник, закончивший потрясающее слово о втором пришествии Христа сошел с кафедры и проходя по рядам обратился к разным лицам с этим же вопросом «Думаете ли вы, что Христос придет раньше, чем мы с вами выйдем из этого дома молитвы?» И к удивлению всех получил один и тот же ответ «Может быть, но я не думаю». Обратившись на кафедру, проповедник весьма громко повторил предупреждение Христа «Будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын человеческий появление на мировой сцене израильского государства?» От смоковницы возьмите подобие. Когда ветри ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, и когда вы увидите, то сбывающимся, знайте, что пришествие мое близко при дверях. Смоковница всегда служила прообразом столицы израильского народа. Христос сказал даже притчу о бесплодной смоковнице, сравнивая ее с Иерусалимом. Некто хозяин имел виноградники в своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю, «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ, «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесешь ли плода, если же нет, то в следующий год срубишь ее». В этой притче некий хозяин, насадивший виноградник, Бог, виноградарь, Христос, виноградник, народ избранный, смоковница, виноградника, Иерусалим. Судьба смоковницы связана с виноградником, а посему и притча о бесплодной смоковнице относится в одинаковой степени и к Иерусалиму, и ко всему Израилю. Поводом к притче послужили две трагедии, о которых рассказали Христу некоторые иерусалимляне. Первая трагедия – зверская расправа Пилата с галилеянами и вторая падение башни Силаамской, под обломками которой погибло 18 человек. Иерусалимляне видели две физические трагедии безвременно срубленных жизней. Христос видел третью трагедию духовную, погибающую за свое духовное бесплодие Иерусалим. Думаете ли вы, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все также погибнете. И сказал им сию притчу. Иллюстрировал примером бесплодные смоковницы. Вековое бесплодие Иерусалима и всего Израиля не подлежало сомнению. Бог дал Аврааму землю обетованную и обещал Аврааму ввести в нее его потомков. Бог вывел потомков Авраама из Египта и хотел везти их. Но они отвергли его водительство. Сорок лет блуждали по пустыне и все были срублены, кроме Иисуса Новина и Халева. На кого же негодовал Бог сорок лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся Он, что не войдут в покой его, как ни против непокорных? Вместе с Иисусом Новином и Халевом вошло в землю обетованной новое поколение, родившееся за время сорокалетнего странствования по пустыне. Но прежде чем они перешли Иордан и начали вступать во владение землей, текущим молоком и медом, Моисей, прощаясь с ними, напомнил им, что Бог дал эту землю Аврааму на одном важном условии — «Ходи передо Мною и будь непорочен», и что это условие — завет относится не только к Аврааму, но и к потомкам Авраама. Завет мой между мною и тобой и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный, в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя, если они, разумеется, будут ходить передо Мною и будут непорочны. Моисей предупредил новое поколение, говоря, «Я умру всей земле, не перешедшей за Иордан, а вы перейдете и овладеете той доброй землею, берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа Бога вашего, который Он поставил с вами на Синае. Если же вы развратитесь и сделаете злостье перед очами Господа Бога вашего и раздражите его, то свидетельствуюсь вам сегодня небом и землей, что скоро потеряете землю, для наслаждения которой вы переходите Иордан. Не будете много времени на ней, но погибнете. И рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, которым отведет вас Господь. После смерти Моисея Господь говорил с Иисусом новином и сказал, как я был с Моисеем, так буду и с тобою, не отступлю от тебя и не оставлю тебя, только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисея, раб мой. Не уклоняйся от него, ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях и будешь поступать благоразумно. К сожалению, сыны Израилевы часто делали злое пред Господом, раздражали его и многократно подвергались Божьему наказанию. Но прошло пятнадцать веков от Иисуса Новина до Христа. Прежде чем пророчество о потере доброй земли и рассеянии Израиля по всем странам полностью осуществилось. Это произошло вскоре после трехлетнего пребывания Христа на земле. Три года Господь посещал Иерусалим и особенно в дни Пасхи. Три года Он искал плода у детей Авраамовых и не находил. Окапывал и удобрял, оплакивал его бесплодие и предупреждал о неизбежном грядущем суде и наказании. Но все было напрасно. С глубокой скорбью Он должен был сказать «Не собирает смоку с терновника и не снимает винограда с кустарника». В конце третьего периода бесплодная смоковница была срублена. Христос предупредил «Не останется здесь камни на камне». Римская армия под предводительством полководца Тита оккупировала Иерусалим. Город был сожжен, храм разрушен, добрая земля потеряна, народ рассеян по всем странам, старство израильское перестало существовать. То, что Господь предсказал, совершилось в 70-м году по Рождестве Христовом. Но говоря об этом наказании, Господь одновременно дал израильтянам следующее обещание. «Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изны были на край неба и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там ин мое. Ибо так, говорит Господь Бог, я соберу из народа и возвращу вас из земель, в которой вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву». Прошло девятнадцать веков, прежде чем это пророчество начало исполняться на наших глазах, исполняться чудесным и вместе с тем естественным образом. Всем известно, что первым царем израильского народа был Саул, старствовавший в Иерусалиме за тысячу лет до Рождества Христова. На смену Саулу пришел Давид, и за Давидом сын его Соломон, построивший первый храм на Сионе. По смерти Соломона страна разделилась на два царства. Северной ее частью управлял и Раваам царь израильский, а южную Раваам сын Соломона царь иудейский. Оба царства были в постоянной вражде и часто воевали между собою. В 722 году до Рождества Христова царь астерийский Саргон завоевал царство израильское и часть населения перевел в Астерию, а на их место переселилось сириян. Царство иудейское тоже было сперва оккупировано сириянами, затем египтянами. В 586 году до Рождества Христова оба царства завоевали вавилоняне и переселили пленников вавилон. Кир, царь персидский, завоевавший вавилон, позволил израильтянам возвратиться в Иудеи и восстановить разрушенный храм и стены Иерусалима. Александр Македонский освободил Палестину от астериян. После него Палестина была завоевана сириянами. Царь сирийский Антиох Эпифан своей жестокостью и религиозными преследованиями вынудил народное восстание среди евреев. Один из предводителей восстания Иуда Маковеев победил сириян и овладел Иерусалимом в 165 до Рождества Христова. Страна управлялась династией Маковеев, но частые внутренние беспорядки, вызванные враждой между фарисеями и садукеями, а также непрекращающаяся война с сириянами, вызвали военную интервенцию Рима. Полководец Помпей, захвативший в 1663 году до Рождества Христова Иерусалим, положил конец беспорядкам. Позже страна была разделена на четыре области, которыми управляли римские проконсулы при помощи назначенных Цезарем иудейских четверовластников. Ирод Великий управлял иудеи во время Рождества Христова. После разрушения Иерусалима и храма в 70-м году по Рождестве Христовым, город и страна стали местом паломничества для христиан. Этому содействовали свободы, которыми пользовались христиане со дней императора Константина и при византийских императорах. Однако все изменилось, когда в 7-м веке Палестина была захвачена и оказалась под управлением Мегипетского калифата. В 9-м столетии Магометане уничтожили храм, построенный на месте гроба и вызвали возмущение всего христианского мира. Было организовано шесть крестовых походов в целях освобождения Палестины от мусульман. Ожесточенные воины, тянувшиеся с незначительными перерывами, и с ужасной жертвой ни к чему не привели. Дело освобождения Палестины стало еще более безнадежным в 16-м веке. Ира не только Палестина, но и Гитлер были покорены Атаманской турецкой империей, которая захватила всю Малую Азию, Северную Африку, Византию со столицей Константинополем, Южную Европу, Казахстанского полуострова и другими. В таком безотрадном положении Палестина находилась в плотности в земле. Не было ничего такого, что могло бы предвещать освобождение земли обетованной. Но Божий час пробил и все изменилось. Подобно тому, как в одни Кесаря Августа вся империя пришла в движение, потому что все пошли записываться, каждый в свой город, ибо Мария должна была покинуть Назарет и родить младенца в Вифлееме, так и для освобождения полиции. Она была занята перекройкой географической карты. В результате к концу Первой мировой войны израильский народ, который не участвовал в мировом конфликте, получил свою землю. Не чудо ли это? Второе чудо произошло после Второй мировой войны, когда Израиль получил свою государственную самоуправление со дня провозглашения своей независимости 14 мая 1948 года. Государство Израиля является полноправным членом объединенных наций и в данное время служит центром особого внимания в международных взаимоотношениях. С Богом первое обетование и дам вам землю Израилеву исполнилось. Второе пророчество и соберу вас из народов также начинает осуществляться. Слушайте слово Господне народы и возвестите островам отдаленным и скажите Кто рассеял Израиля тот и соберет его будет охранять его как пастырь стада свое ибо искупил Господь Якова и избавил его от руки того, и его. В тот день говорит Господь соберу хромлющее и совокуплю разогнанное и тех на кого навел бедствие и сделаю хромлющее остатком и далеко рассеянное сильным народом Михея 4 Иеремия 31 и сказал им притчу Посмотрите на смоковницу и на все деревья Когда они уже распускаются то видя это знайте сами что уже близко лето. В данное время мы убеждаемся воочию что смоковница покрывается листьями но все еще остается бесплодной она все еще нуждается в принятии отверженного мессии который сказал без меня не можете делать ничего и так когда вы увидите то сбывающимся знайте что близко царствие божие пришествие господне приближается появление на мировой сцене наглых ругателей прежде всего знайте что в последние дни появятся наглые ругатели поступающие по собственным своим похотям и говорящие где обетование пришествия его ибо с тех пор как стали умирать отцы от начала творения все остается так же никогда не было еще в истории человечества такого множества богохульников высмеивающих Бога Христа спасения и спасенных как в наши дни но еще поразительнее то что этот род людей превратил свое бесстыдное отношение ко всему Божьему истинному и святому в профессию антирелигиозных пропагандистов в безбожных странах они в качестве государственных вера в безбожие превратилась в какой-то небывалый по своему фанатизму и нетерпимости религиозный культ за 20 столетий до нашей эпохи священное писание предсказало что в последние дни такие кощунники появятся и вот они появились сто лет тому назад трудно было бы верить в возможность их появления а ныне мы являемся живыми свидетелями этого поразительного факта наряду с массовым отступлением людей от бога от веры от церкви от писания мы встречаемся с неудержимым потоком превратных понятий извращенных взглядов с небывалой активностью темных сил направленной к огульному осуждению расшатыванию и свержению всех устоев и принципов на которых создавалась и зиждется современная христианская цивилизация наглые ругатели пришли к тому выводу что раз Христос обещал прийти до сих пор не пришел то он никогда уже и не придет отвечая на подобное заблуждение апостол Петр говорит думающие так не знают если бы знали они никогда не пришли бы к таким ложным выводам и умозаключениям поэтому их убеждения основаны не на знании а на незнании на лжеименном знании на самом грубом духовном невежестве не знают что для Господа один день как тысяча лет и тысяча лет как один день не знают что Бог будучи существом безначальным и бесконечным не связан какими-то земными временными сроками не знают что придет день Господень как тать ночью и когда небеса шумом прийдут стихии же разгоревшись разрушатся земля и все дела на ней сгорят не знают времени его прихода когда и как он начнется и чем закончится не знают что Христос только лишь замедлился своим приходом и замедлил не без основания не знают что замедление Христа с каждым новым днем увеличивает число спасенных с каждым лишним днем Дух Божий увеличивает число покаявшихся и обратившихся ко Христу таким образом он продолжает создавать церковь свою вкладывая все новые новые живые камни в дом духовный создаваемый из всех рас племен языков и народов поэтому не медлит Господь исполнением обетования как некоторые почитают то медлением но долго терпит нас не желая чтобы кто погиб но чтобы все пришли к покаянию не знают что замедление Христа позволяет церкви духовно созревать и приуготовлять себя ко встрече со своим небесным женихом так ведь написано и дано было ей церкви облечься весь сон чистый светлый весь сон же есть праведность святых ибо наступил брак Агнса и жена его приготовила себя земное промедление для Христа и церкви покажется незначительным и кратким в сравнении с той вечной славой неизреченной радостью и бесконечным блаженством которые ожидают их впереди не знают что замедление Христа позволяет безбожному человечеству созреть для Божьего суда и вечного наказания ибо правильно перед Богом оскорбляющим вас воздать скорбью а вам оскорбляемым отрадуя вместе с нами явление Господа Иисуса с неба с ангелами силы его пламенеющим огне совершающего отмщение непознавшимся благодаряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа которое подвергнуто наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества его когда он придет прославить его святых своих и явиться дивным в день оный во всех уверовавших этого они не знают из 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 всего сказанного мы видим что появление и умножение наглых ругателей поступающих по собственным своим похотям и по собственному своему духовному невежеству является одним из ярких признаков скорого явления на землю Иисуса Христа ибо еще немного очень немного и грядущий придет и не умедлит он не умедлит не пропустит того момента который отец положил в своей власти для его вторичного явления на землю апостол Павел называет эту божественную точность в определении и выполнении сроков устроением полноты времен или божьей системой распределения времени расписанием божьего домостроительства Бог предопределил и назначил в своем плане спасения человечества разные периоды развития мира разные исторические эпохи назвав их временами неведения которые сменились полнотой времени как написано когда пришла полнота времени Бог послал сына своего единородного который родился от девы подчинился закону чтобы искупить подзаконных дабы получить усыновление эпоха закона уступает место эпохи земного служения Христа и его искупления вслед за искуплением наступает эпоха проповеди Евангелия день благодати день спасения и так оставляя времена неведения Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться это последняя эпоха покаяния и примирения с Богом в которой мы с вами живем все еще продолжается но заметно приблизиться к своему завершению наглые ругатели отношения человечества к Богу и его благодатной проповеди отсутствие понимания духовных истин отсутствие проникновения в смысл современных событий моральная неспособность людей принимать слово спасения огрубелость совести бесчувственность и бессердечность все это свидетельствует о том что человечество по упорству своему нераскаянному сердцу само себе собирает гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога который воздаст каждому по делам его тем которые постоянством в добром деле ищут славы чести и бессмертия жизнь вечную а тем которые упорствуют и не покоряются истине но предаются неправде ярость и гнев приготовься приготовься к встретению Бога твоего слова выше приведенного к тексте были впервые произнесены пророком Амосом и притом не вчера а три тысячи лет тому назад они были и навеки пребудут словами божьими которые были написаны и адресованы Богом к Израилю Амос был в данном случае только его вестником эти слова пришедшие к нам из глубокой древности ни в одном поколении человечества не были так своевременны и никогда еще не звучали так грозно как сейчас Израиль отступил от Бога забыл создателя своего погряз в страшных грехах пороках и беззакониях официальные представители алтаря утратили религиозную свободу и были запуганы назареев поили вином и пророкам приказывали говоря не пророчествуйте ненавидели обличающих и гнушались тем кто говорил правду в это жуткое время Бог избирает никому неизвестного Амоса пастуха из Сикои селения в шести милях на юг от Ислиема этот бесстрашный пророк громовержец внезапно явился во дворец к царю Иеравааму и первосвященнику Амосии обличил их в отступничестве идолопоклонстве Амос также открыл им глаза на значение тех бедствий которым подвержены были израильтяне Бог послал вам голые зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших но вы не обратились ко мне говорит Господь Бог послал засуху и недостаток воды удерживал дождь за три месяца до жатвы и не могли напиться до сыта но и тогда вы не обратились ко мне говорит Господь Бог оставлял без урожая поля сады и виноградники я поражал вас ржою и блеклостью хлеба множество садов ваших и виноградников ваших и смоковниц ваших и маслин ваших пожирала гусеница и при всем том вы не обратились ко мне говорит Господь Бог карал непокорного Израиля войной и страшной эпидемией посылал я на вас моровую язву подобную египетской убивал мечом юношей ваших отводя коней в плен и при всем том вы не обратились ко мне говорит Господь Бог допускал землетрясения стихийное бедствие производил я среди вас разрушение как разрушил Содом и Гоморру и вы были выхвачены как головня из огня и при всем том вы не обратились ко мне говорит Господь Бог призывал Израиля к благоразумию к покаянию к исправлению но все его призывы оставались глазом вопиющего в пустыне Бог желал заставить Израиля остановиться на его греховном пути применяя к нему разные меры наказания но и эти меры не привели к желанным результатам в годину наказания Израиль как будто бы духовно пробуждался и убеждаясь в бессилии своих идолов тянулся к Богу но как только беда миновала вновь возвращался к своему языческому образу жизни наблюдая в Израиле такое духовное помрачение и жестоковыность Господь Бог говорит посему так поступлю я с тобой Израиль и как я так поступлю то приготовься к встретению Бога твоего Израиль роковой час расплаты приближался божественная справедливость требовала возмездия Бог предусмотрел еще более крутые меры для пресечения наступившего морального распления нравственной разнузленности и всеобщего произвола безбожная эпоха пророка Амоса и конец 20 века в которой мы с вами живем имеют между собой много общего не так ли Господь поступал с нами прошедшими жутким путем революции гражданской войны народных потрясений голода эпидемий стихийных общественных семейных и личных бедствий и каковы результаты проходя долиной смертной тени мы винили в нашем несчастье немцев англичан царя придворную знать церковь армию государственных вождей политическую партию войну войну сложившиеся обстоятельства а на того кто это делал не взирали и не смотрели на того кто издавна определил это бог долго ждал и все еще продолжает ждать того дня когда мы глубоко осознаем наше неправильное отношение к нему духовно прозреем и всеми фибрами своей души устремимся к богу протянем руки наши к живому воскресшему спасителю грешников раскаемся перед ним свергнем с себя всякий грех и нечистоту и начнем жить жизни людей духовно воскресших возрожденных свыше чад божиих такой именно перемены бог ожидал тогда и ожидает от каждого из нас сейчас если же этого не произойдет если мы предпочтем и дальше духовно прозябать влачить унылое пустое и бесцельное существование пребывая в духовной слепоте невежестве неверии бесчувственности и упорстве то грозное предупреждение пророка Амоса будет отнесено и применено к нам лично столь многое потерпели вы неужели без пользы и при всем том вы не обратились ко мне говорит Господь увы народ грешный народ обремененный беззакониями племя злодеев сыны погибельные оставили Господа призрели святого Израилева повернулись назад во что возбить еще продолжающее свое упорство вся голова в язвах и все сердце исчахло от подошвы ноги до темени головы нет у вас здорового места язвы пятна гноящиеся раны неочищенные не обвязанные не смягченные елеем всякий день простирал я руки мои я звал и вы не отвечали говорил и вы не слушали но делали злое в очах моих и избирали то что было неугодно мне ибо я знаю как многочисленные преступления ваши и как тяжкие грехи ваши говорит Господь наша вина установлена и гибель неизбежна но Бог не по изволению сердца своего наказывает и огорчает ценов человеческих живу я говорит Господь Бог не хочу смерти грешников но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был мы способны удовлетвориться внешним поклонением Богу без участия нашего сердца без перемены нашего характера и образа мысли Бог не может удовлетвориться подобной набожностью Бог говорит так как этот народ приближается ко мне устами своими языком своим чтит меня сердце же его далеко отстоит от меня и благоговенник передо мной есть изучение заповедей человеческих то вот я еще необычайно поступлю с этим народом и как я так поступлю с тобою то приготовься к средине Бога твоего читатель вы вправе спросить меня почему я отношу именно к вам это предостережение Божие во первых потому что Бог выражает свое предостережение в повелительной форме в форме приготовься и горе нам если мы ослушаемся и не исполним его воли ибо непокорность есть такой же грех как волшебство и противление то же что идолопоклонство во вторых всякая серьезная встреча от которой зависит наша свобода благополучие здоровье и жизнь заслуживает нашего приготовления готовиться быть готовым знакомые нам слова люди готовятся к экзаменам спортивным состязаниям женили материнству службе войне старости смерти вечности встреча с Богом тем более заслуживает нашего весьма серьезного приготовления ибо то наше духовное состояние в котором мы сейчас пребываем не предвещает нам ничего доброго встреча с Богом без предварительной коренной перемены в нашей душе и в нашей жизни может закончиться справедливым Божьим осуждением и вечной гибелью в третьих Бог заранее знает роковой исход нашей грядущей встречи с Ним из любви к нам повелевает приготовиться приготовься к встрече Бога твоего твоего Бога Бога который создал тебя соткал тебя в утробе матери твоей того Бога который вдунул в твою плоть бессмертную душу что даровал тебе разум чувство память воображение разные свойства способности и дарования кто ради твоего вечного спасения и блаженства отдал сына своего единородного на крест позора умер за грехи твои и воскрес для твоего оправдания кто оставил Евангелие спасение благую весь помилование всякого кающегося грешника кто послал Духа Святого в мир чтобы открыть тебе истину обличить тебя во грехе предупредить тебя о неизбежной встрече с ним расположить твое бесчувственное сердце к глубокому покаянию возрождению свыше и обновленной жизни приготовься к встрече со своим Богом которому известны от ранней юности твоей все твои чувствования желания устремления цели молитвы привязанности душевные влечения симпатии и антипатии кто ведет учет каждому твоему вздоху наблюдает за каждым твоим шагом за малейшим движением твоей души за каждой мыслью рождающейся в твоем уме за каждым решением воли за каждым беспокойством и волнением сердца приготовься к встрече с тем кто ненавидит малейший грех и не может иметь ничего общего с неправдой и нечистотой ибо чистым очам его не свойственно глядеть на злодеяние и смотреть на притеснение он не может приготовься к встрече с тем кто абсолютно свят и абсолютно справедлив и нелицеприятен кто не может оставить без наказания того кто знает волю его но продолжает жить по собственной своей воле кто знает путь господен но презирая его упорно идет путем греха порока и беззакония отвергает милосердие божие и любовь к христову попирает сына божия и не почитает за святыню кровь завета который освящен и духа благодати оскорбляет спросим каждый себя самого готов ли я будучи явным или тайным грешником встретиться с таким богом предстать пред тем перед очами которого все обнажено и открыто явиться пред лицо его не подготовившись к такой встрече пред негодованием его кто устоит и кто выдержит день пришествия его и кто устоит когда он явится такая встреча заслуживает нашего серьезного и немедленного приготовления ибо день встречи с богом неизбежен и с каждым новым мгновением приближается мы живем в преддверии грядущих событий на рубеже самого мрачного и жуткого периода истории человечества связанного с явлением антихриста вторым пришествием христа судом над народами и кончиной мира многие люди не знают что день грядущий им готовит и не желают знать поколение в котором мы с вами живем достигло ошеломляющих успехов во всех отношениях областях отраслях и сферах кроме духовной духовный прогресс нашего атомного века более чем плачевный а регресс и нравственное оскудение упадок банкротства непоправимо трагичны нас поражает то что люди достигшие таких небывалых вершин знания способны оставаться духовными невеждами и слепцами слепыми чтобы в создавшейся мировой ситуации не усматривать перст Божий и глухими чтобы не слышать Божьи предупреждения и призывы к покаянию и обращению смутно они предчувствуют надвигающиеся угрозы термоядерной войны и возможного самоистребления но не усматривают в этом грозном гнева грозного и наказания Божия грядущие беды они рассматривают вполне естественными явлениями люди предпринимают соответствующие меры предохранения себя термоядерных взрывов губительной радиации и прочее они строят убежище обеспечивают себя запасами провианта и тому подобное забывая о том что нельзя уйти от гнева Божия и нет безопасного или потаенного места недоступного для карающей десницы Всевышнего как убежище как убежить от усуждения в гиенну ты готовишься к надвигающимся потрясающим событиям приготовься к встретению Бога твоего но что значит приготовиться и быть воистину готовым к встрече Богом с Богом в чем наше приготовление должно выразиться что ожидает от нас Бог Божьи требования к нам и ко всему человечеству те же что и к Израилю покаяние и обращение и так обратитесь каждый от злого пути своего исправьте пути ваши и поступки ваши но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня говорит Господь первым шагом на пути нашего приготовления должно быть ясное осознание того что мы еще не готовы к встрече с Богом это признание должно положить конец всем нашим ложным надеждам на благополучный исход нашей встречи с Богом мы абсолютно не готовы если верим в какого-то Бога но не в того Бога который открыт нам Христом и Священным Писанием мы не готовы если мы говорим что верим в Бога а единственное полное откровение воли Божией данное человечеству Библию отрицаем мы не готовы если мы не приняли еще голговской смерти Христа как жертву за наши личные грехи если слова никейского символа веры нас ради человек и нашего ради спасения шедшего с небес распятого за мы не имеют в нашем сердце личного применения не нас ради а меня ради и ради моего спасения шедшего с небес распятого за меня при понтийском Пилате мы не готовы если мы сознательно не покаялись перед Богом во всех наших грехах и пороках которых жили с ранних лет и до настоящего времени не обратились ко Христу и не начали новой жизни жизни человека примиренного с Богом жизни блудного сына возвратившегося под кров очи прощенного и навсегда принятого мы не готовы если в нашей душе нет сознательной веры личной убежденной основанной на священном писании исходящей от Бога и являющейся плодом Святого Духа веры производящей в человеке внутреннюю и внешнюю перемену делающая самого ужасного грешника новой тварью во Христе Иисусе мы не готовы если у нас отсутствует полная уверенность в том что мы примирились с Богом смертью сына его если Дух Святой не свидетельствует Духу нашему что мы дети Божией наша готовность зависит от трех вещей покаяния прощения и обращения углубимся в подлинное значение этих трех богословских терминов что такое истинное покаяние кто из смертных не слыхал этого слова однако нет другого догмата веры который был бы окружен таким множеством превратных понятий пониманий как догмат покаяния самым распространенным заблуждением в этом вопросе является тот веками укоренившийся взгляд что покается перед Богом значит вспомнить и перечислить ему все свои грехи пороки преступления как если бы Бог не знал или забыл о них какие мы совершили в прошлом или в рабстве каких грехов дурных привычек и разных пороков мы находимся в данное время люди считают своей обязанностью напомнить Богу хотя бы один раз в году о своей страшной перед ним задолженности не имея в сердце своем ни малейшего желания расплатиться с долгами освободиться от исповеданных злых привычек явных и тайных грехов мелких и крупных пороков кающийся в кавычках сознается в том что он живет во грехе прелюбодеяния пьянства табакокурения занимается сомнительными и даже явно преступными делами и прочее и отбыв очередь остается в течение всего последующего года тем же пьяницей прелюбодеем обманщиком лжецом нечестным дельцом и тому подобное можно ли такую исповедь признать истинным покаянием такого ли покаяния ожидает Бог откающегося грешника конечно нет по учению священного писания слово покаяние означает внутренний переворот крутой поворот шел собственным путем уходил удалялся от Бога но сделав крутой поворот пошел обратно начал приближаться к Богу в греческом подлиннике слово метания покаяние состоит из двух корней мета перемена и ноима мышление и означает перемену образа мыслей священное писание учит что от образа нашего мышления зависит образ нашей жизни каковы мысли в душе человека таков и человек в этом смысл подлинного покаяния перемена мышления наступающая в момент истинного покаяния производит радикальную перемену во всех проявлениях нашей жизни в процессе подлинного покаяния священное писание усматривает четыре основных момента а именно угрызение совести, сокрушение сердца, исповедание уст и сотворение достойного плода покаяния, то есть обращения. Совесть играет огромную роль в деле нашего обращения к Богу. Обычно люди стремятся не думать и забыть о наличии тяжкой проказы греха в этом мире, забыть о своей собственной греховности, о душе, о смерти, о вечности, о неизбежности встречи с Богом. Но Дух Святой лишает их такого забвения. Напротив, Он пользуется памятной книгой, Малахе 3.16, и Словом Божиим облегчает их во грехе и указывает на необходимость полного раскаяния. Он пробуждает их спящую совесть напоминаниями о допущенных ими грехах, гнусных проделках и злодеяниях. Все их греховное прошлое всплывает на поверхность. Совесть усаживает их на скамью подсудимых и, терзая их своими угрызениями, отравляет все радости жизни. Такой неприятный внутренний конфликт принуждает их искать выхода. Но вместо того, чтобы открыть перед Богом все сердце, все тайники своей порочной души и умолять о пощаде, они пытаются заглушать голос совести посещениями увеселительных мест или исполнением знакомых им правил и форм внешней религиозности, или же заканчиваясь своим открытым исповеданием безбожия и безрассудным огульным отрицанием. Но все это, конечно, не приводит к желанному освобождению душевному миру. Напротив, сознание своей тяжкой вины перед Богом еще более обостряется и часто приводит грешника к полному сокрушению сердца. Сокрушение сердца – второй момент в процессе подлинного покаяния. По своей греховной природе мы имеем сердце каменное, черствое, бесчувственное, жестокое, которое делает нас неспособными к восприятию и выполнению воли Божией. Но Бог дал кающимся грешникам такое обещание. «Возьму из плоти их сердце каменное и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, а я буду их Богом». Сердце каменное должно быть разбито, сокрушено, повержено в прах. Такое сокрушение сердца производит только Дух Святой с нашего согласия. Вот почему сказано «Приблизьтесь к Богу, и Бог приблизится к вам». Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом. Любовь распятого Спасителя к нам и наша крайняя испорченность и виновность перед Богом сокрушает наше сердце, наполняя его печалью, скорбью и сожалением осодеянным. Такое потрясающее сокрушение рождает в нашей душе невольный вопль к Богу, молитва о пощаде, о помиловании. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Сердце чистое сотвори во мне, не отвергни меня от лица Твоего». Библия богата наглядными, красочными примерами подлинного покаяния. «Вспомним блудного сына с его покаянным решением, встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред Тобою». Вспомним блудницу в доме Симона Прокаженного, омывавшую ноги Спасителя обильными слезами глубокого сокрушения и покаяния. Вспомним сокрушенное сердце мытаря, не смевшего поднять очей своих к небу, но стоя в полумраке храма и ударяя себя в грудь молившегося «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Эти и многие другие подобные примеры покаяния весьма ценны, как руководство для тех, кто действительно жаждет подлинного покаяния. Третий момент в процессе истинного покаяния – исповедание уст. В приведенных выше примерах мы видим, как неразрывно связано сокрушение сердца с исповеданием уст. Эти два сокрушения исповедания положены в основу нашего спасения. Ибо так говорит Слово Божие, «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Христа Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Потому что сердцем верует к праведности, к оправданию, а устами исповедует ко спасению. В момент нашего покаяния перед Богом мы не только исповедуем перед Ним наши грехи и нашу греховность, но открыто и публично исповедуем и Иисуса Христа, Сыном Божиим, нашим Спасителем, Который умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Наше чистосердечное, полное и безоговорочное покаяние перед Богом ценно именно тем, что оно завершается абсолютным прощением Божиим. Бог не только сокрушает наше сердце, но тут же и исцеляет его. Христос говорит «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благобествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, возвестить сетующим, что им вместо пепла дается украшение, вместо плача или радости, вместо унылого духа – славная одежда». Прощенный грешник может сказать «Радостью буду радоваться, о Господе, и возвеселиться душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения». Так говорит Священное Писание. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед Словом Моим. Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже! Христос говорит «Приходящего ко мне в таком духе не изгоню вон». Мытарь, вошедший в храм с сокрушенным сердцем, вышел оправданным. Темничный страж в Филиппах, раскаившись, возрадовался со всем домом своим. В подлинном покаянии исповедание грехов и прощение грехов нераздельны. Горечь покаяния сменяется сладостью прощения. Наконец, четвертым моментом в подлинном покаянии является обращение или сотворение достойного плода покаяния. Исправление жизни покаявшегося. Апостол Петр, исцеливший храмово у красных дверей храма, произнес к собравшейся толпе знаменательную проповедь, закончив ее еще более знаменательными словами «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». С тех пор, как существует мир, миллионы лучших людей ничем не были так серьезно озабочены, как весьма скорбным вопросом «Как и чем загладить грехи своего прошлого?» К сожалению, желая разрешить эту трудную проблему, они обычно допускали две грубых ошибки. Во-первых, они пытались загладить эти грехи лично, сами, погасить свою задолженность перед Богом добрыми делами, постами, молитвами, аскетизмом и тому подобное. Или, во-вторых, поручали дело заглаживать своих грехов, заглаживания, людям. В своей проповеди апостол Петр, как бы вопрошает собравшихся, говоря, «Вы чувствуете себя обреченными и навеки погибшими грешниками, и желаете знать, что надо делать, чтобы спастись от верной погибели, как и чем загладить вашу вину перед Богом?» Слушайте, что гласит Божеский ответ, «Спокойтесь и обратитесь». Бог сделал все для нашего спасения. Он отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И единственное, что Бог ожидает от нас, грешников, — это покаяние и обращение. Таково было первоначальное апостольское условие спасения. К величайшему сожалению, поколение сменялось поколением, и Церковь незаметно стала удовлетворяться и ограничиваться в своем требовании грешнику, а одним только покаянием, без обращения, одной только исповедью, без возрождения свыше. Некоторые спросят, вероятно, «Какую же вы видите разницу между покаянием и обращением? Разве это не одно и то же?» Конечно, нет. Покаяние и обращение — два разных духовных переживания в жизни подлинно верующего человека. Покаяние — это сознательный отказ от нашей прежней греховной жизни. Кто крал, встрет, не кради. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Обращение — сознательное восприятие новой жизни во Христе. Древнее прошло, теперь все новое. Покаяние — уход от сатаны. Обращение — вручение всего себя Богу. Покаяние повергает нас в прах и пепел, полагает конец всему прошлому. Обращение утверждает ноги наши на скале и открывает перед нами невиданные доселе горизонты. Покаяние — это только принципиальное решение оставить и никогда не возвращаться к прежнему образу поведения. Обращение — ежедневное и ежеминутное приведение этого нашего решения в исполнение. Покаяние — значит остановиться на широком пути, уводящем нас от Бога, и не делать ни одного шага дальше. Остановитесь и познайтесь, что я Бог. Перестаньте делать зло. Обратиться — значит сделать полный крутой поворот и начать свой обратный путь к Богу. Научитесь — сделай добро. Покаяться — значит сказать. Встану, пойду к отцу моему. Обратиться — значит сделать. Встать и пойти. Одним словом, обращение служит доказательством нашей сердечной и живой веры и подлинного покаяния. Вера без дел мертва. Покаяние без обращения — ложное покаяние. Покаяние без перемены сердца, характера, жизни — кощунственное покаяние. Покаяние без возрождения свыше — бесполезное, пустое, тщетное покаяние. Однако, как это ни странно, миллионы разумных людей по сей день верят и крепко придерживаются такого именно безрезультатного покаяния. Они не знают, что наше покаяние или исповедь рассматривается Богом как действительное покаяние или исповедь, только в том случае, если мы решительно порываем с теми грехами и пороками, которые мы исповедали перед ним. Грех прощенный, только грех нами исповеданный и навсегда оставленный. Апостол Павел пишет к верующим. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, да мы дам не быть уже рабами греху. Грех не должен над вами господствовать. Слушайте, что говорят об этом же некоторые из отцов церкви? Иоанн Златоуст, чтобы получить прощение от Бога, недовольно молиться два или три дня, надобно произвести перемену всей жизни и, оставив пороки, пребывать в добродетели. Бог не отпускает нам грехов, когда мы их не оставляем. Григорий Богослов, покаяние имеет как бы два лица. Оно взирает на прошедшее и будущее, на прошедшее, дабы оплакать содеянные грехи, а на будущее, чтобы не делать их уже более.